Привет, друзья и зрители моего канала! Привет, яхонтовые подписчики и просто гости! Сегодня я не планировала снимать видео о сплетнице Маше, но её мукбанг меня просто убил. Её второй мукбанг или третий, если мы будем считать, породию на Инну Судакову. Машенька, господи, мукбанг это твоё, именно твоё, потому что так жрать на камеру, такими порциями, даже Инна Судакова не умеет. Инна Судакова, в отличие от тебя, ест почему-то красиво. Вот честно, даже понять не могу, почему Инна Судакова ест красиво. А ты, Машенька, ешь как свинка Пеппа. Теперь у тебя новое прозвище. Свинка Пеппа это очень-очень приятное прозвище, потому что дети очень любят свинок, особенно Пеппу, и это так мило. Господи, а как ты облизываешь пальцы, просто фантастика. И ничего, по-моему, на пиратов у тебя очень много обзоров. А ты решила взять с них пример, с них и с Инной Судаковой. Ты не станешь королевой мукбанга, потому что тебе это, Машенька, не дано. Столько сожрать, такую тарелку, наверное, килограмма на два пищи, это же просто невозможно. Ведь мукбанг, это же должно быть вкусно и аппетитно. А в твоем исполнении вот меня лично до сих пор тошнит. Я очень тебе сочувствую, поэтому ты, Машенька, в таком возрасте имеешь такой большой вес. Маша, я понимаю, ты долго не могла найти себе супруга, и, наконец-то, ты его нашла. Вы, наверное, ели из одной тарелки и поняли, какие вы похожи друг на друга. Раз жрете такими порциями, кто будет терпеть такого мужа или такую жену? Это же просто фантастика. Столько сожрать. Кошмар! Я думала, что это никогда не кончится. И жрет, и жрет, и жрет. И с таким аппетитом. Кошмар! И опять я хочу вернуться в деревню, из которой сбежала Маша. Маша делала неправильные расчеты. Маша хотела быть звездой Ютуб, но у нее это не получалось. Сначала она сделала ставку на деревню, потому что ей казалось, что этот контент пойдет. Да, Маша, у некоторых он идет, выстреливает, но не у тебя. Потому что ты, Маша, решила выехать на одной корове, на одной козочке. А это оказалось очень трудно. И то, что ты лоханулась, купив этот домик в деревне за 500 километров от своего дома. Это же надо было так лохануться. Но ты, Маша, лоханулась и второй раз. Потому что ты купила свой дом-развалюху и собираешься в нем жить. Жить в таком доме ты не сможешь. Твоя задница очень избалована. Ты же спишь до обеда. Ты же сама сказала, что ты валялась до обеда. Но ты уже успела прибраться на кухне. Ах, какая умница! Ты уже успела. И шастаешь ты по магазинам, тратишь на это время. А тебе неизвестно, Маша, что можно заказать доставку из ленты, из других магазинов, из Ашана, из метра. Абсолютно из любого магазина можно заказать доставку и не тратить на это время. Тебе разве об этом неизвестно? Ты же, Маша, молодая женщина. Ты же, Маша, умная. Ты же учишь всех жизни. Ты же, Маша, всех критикуешь. Особенно пиратов. Особенно Быкову. Ну, Быкову и я критикую. Ну, ты же всех критикуешь. И казачку, и меня подсиралкой казачки называешь. Ну, ну, Маша, мне-то 50 лет, и я-то тоже прошла все болезни касаемо ЖКТ. И я тебя вижу насквозь. Как ты, лгунишка, наврала, что ты заболела, и тебя поэтому муж не пускает там жить. Ну, это же просто смешно, Машенька. Ты просто обожралась, и тебе стало просто плохо. А когда ты пришла в больницу, если ты в таковую приходила, в чем я сомневаюсь, тебя просто под зад мешалкой сказали, Маша, жрать надо меньше. Впрочем, с чем я очень и согласна. Маша, жрать надо меньше. И даже мукбанг тебе не идет, потому что ты жрешь, как свинка Пеппа. Теперь у тебя такое прозвище. Ребятки, подхватывайте мое изобретение. Свинка Пеппа. Хочу заметить и подчеркнуть, что это мое субъективное мнение, и мой канал исключительно развлекательный, и все совпадения случайны. И читайте мой дисклаймер перед видео. Это для тех, кто будет писать мне разные гадости и проклятия. И сразу говорю, чтобы все слышали худые речи вам на плечи. Как здорово звучит, правда? Так что мои недорогие злостные комментаторы, которые будут меня проклинать, запомните, худые речи вам на плечи. Все проклятия, которые будут лететь в мой адрес, бумерангом возвращаться к вам, потому что я говорю свое личное субъективное мнение. И меня совершенно не интересует ваше мнение. Хотите высказаться? Открывайте свой канал и говорите на нем все, что хотите. А я лишь говорю то, что я вижу на канале Маши-сплетницы, которая меня называет бабкой, подсиралкой и разными другими оскорблениями. Я лишь ей отвечаю на ее гадкие слова в мой адрес. Вот и все. Она хочет высказаться против меня, а я хочу высказаться против нее. Вот и все. Кому интересно, слушаем дальше. Конечно, я не смотрю ее все видео. Ребята, на фоне у меня играют щенки. Вот пусть и играют. Так что, мои дорогие, на фоне бегают щенки, лают, поэтому я их убирать не собираюсь. Кому интересно, слушаем вместе со щенками. Потому что у Маши-сплетницы тоже есть собаки, которые за 12 лет сожрали всю квартиру. Ну, понятно, собаки без этого не могут. Мои собаки также сожрали мою квартиру, вернее мой дом, сожрали мой диван, сожрали даже линолеум. Но извиняйте, кто любит собак и кошек, тот терпит эти неудобства. Продолжаем. Машенька на своем прекрасном мукбанг рассказывала, как она будет забирать свою мебель или оставлять. Боже мой, что в голове у этой женщины? Что в голове у этой женщины? 12 лет прожить в однокомнатной квартире. Это же просто ужас, просто бред какой-то. Так вот, мои дорогие, человек, который живет в городе, в котором живут его родители, снимает 12 лет квартиру. Зачем? Ответьте мне. Зачем? А что ты такая стерва, что ты не можешь жить с родителями? Или у твоих родителей до такой степени маленькая квартира, что вы не можете там поместиться? Это вообще отвратительная ситуация. Или твои родители такие злыдни, что сидят на какой-то площади и не могут поделиться со своим ребенком? Это вообще что такое? А Машина квартира, за которую они платили 12 лет, никогда не станет ее квартирой. И получается, что лох нашел лоха. Тема теперь вместе с Машей два лоха, которые за 12 лет отдали 5 миллионов рублей чужой тете. И при этом у нее есть родители, с которыми она живет в Питере. А где тогда у родителей мозг, которые не могли направить свою бестолковую дочь в правильном направлении? Маша теперь купила участок, на который у нее нет средств, чтобы построить нормальный дом. И строить дом – это очень долго, затратно и муторно. Это ужасная фигня. Я строила дом на даче. Я не потянула. Скажу честно, мы тоже набрали кредитов, потому что, как обычно, то там тебя обманули, то там в итоге я продала эту коробку и даже не вышла в ноль, потому что я не считала туда работу, которую мы делали сами, своими собственными руками. Так вот, мои дорогие, Маша просто не знает, куда она сует свою голову. Если она рассказывала, что ее папа строил баньку, и в итоге из баньки он построил домик, я думаю, там никто у них не умеет строить и вообще никто не умеет работать. Это какие-то питерские интеллигенты. Но я надеюсь, что интеллигенты, потому что Маша на интеллигентку вообще не тянет. Ест одной вилкой, пьет из одного стакана, из одной большой тарелки. Все это месиво, была бы интеллигенткой, положила бы приборы и ела бы так, как это делают питерские интеллигенты. Кто к этому приучен и кто это умеет. А наша Маша облизывает пальцы, как деревенская лохушка. Вы знаете, я даже сомневаюсь, что они изначально коренные питерцы. Я думаю, что они также приехали, как лимита. Получили, наверное, ее родители квартиру в какой-нибудь общаге, так, как делали все, кто приезжал на стройки в Питер и в Москву. И теперь Маша считает себя коренной. Но это не так. Мы видим это на ее мукбанках, мы видим это на ее других видео, мы видим это на ее обзорах. Мелик черти что. А я, мои дорогие друзья, говорю то, что вижу, то, что на поверхности. Маша, ты глупая девочка, которая никого не слушает, а может у тебя нет в окружении людей, которые могли бы дать тебе дельный совет, если своих мозгов у тебя нет, но у тебя хватает наглости делать обзоры на другие каналы. Так вот, мои дорогие, мои яхонтовые подписчики, если мы посчитаем 12 лет на 12 месяцев, у нас получится 144 месяца. И со слов Маши, она платит за свою квартиру 35 тысяч, а это получается 5 миллионов 40 тысяч рублей. Вот, мои дорогие, Маша за 12 лет, проживая в съемной квартире, просрала 5 миллионов рублей. А теперь она опять затолкала голову в дерьмо, купила участок в каком-то пригороде и собирается там строить. И опять она лоханулась, потому что это очень сложно, и для этого нужны деньги. А для чего она собралась съезжать с квартиры? А потому что мало денег не хватает на жизнь и на то, чтобы оплачивать ипотеку. Ну, конечно, откуда у тебя будут деньги, если ты покупаешь в магазине дорогущие салаты и потом их ешь еще в таком количестве. Сегодняшний мукбанг меня просто поразил. Это как можно сожрать такое количество еды? А мукбанг, в котором она делала пародию на Инну Судакову, с целой скумбрией для меня был вообще финиш. Как можно в одну харю сожрать целую скумбрию с картошкой и оливье, в котором тоже есть колбаса, мясо, плюс рыба, плюс картошка. У тебя там что, слонявый, слонячий, слоновый, слонучий желудок? Конечно, конечно же, Машенька, ты обожралась, попала в больницу, если не врешь, в чем я очень сомневаюсь, просто от обжорства. А так как ты спишь до обеда, конечно, Новгородская деревня или кто там, где там, 500 километров от Питера, тебе это нахрен не надо. Контент не пошел, бабло не повалило, вот ты и уехала, бросила, бросила деньги, потому что ты же купила этот дом, ты же делала в нем ремонт, и что? Ты даже на прошлой неделе не смогла туда собраться, чтобы хотя бы вывезти оттуда нужные вещи. Это ж как так можно? Это действительно очень далеко. 500 километров, это Ростов от Волгограда находится на таком расстоянии, это очень далеко. Это где были твои мозги, когда ты покупала этот дом в деревне? Это ошибка, самая большая, которую ты совершила в своей жизни, ну, из которых нам известно, возможно, еще что-то совершила, но просто еще не рассказала. Но ты же хочешь заработать денег, поэтому из тебя сейчас лезет все, что скрыто. Лезет то, что ты жрешь просто тазами. Естественно, ты будешь 200 килограмм скоро. Маша, ты должна есть в один прием пищи не больше стакана еды. Ну, хотя бы два. Ну, не четыре же. Ну, не восемь. Маша, очнись. Иначе ты умрешь от ожирения. Это очень-очень много. Ну, естественно, твой муж столько же и жрет, потому что ты сказала, что ты купила три подложки курицы, и это вам на один раз. Маша, муж же у тебя хорошо кушает. Это не хорошо кушает. Это растянутые желудки. Это очень много кушает. Ну вот, мои дорогие, что я хотела вам сказать. Я хотела вам сказать, что человек, который сам большой ноль, ну просто ноль, заплатил за съемную квартиру 5 миллионов рублей и пытается учить людей жизни, и пытается делать обзоры на каналы, которым она даже в подметке не годится. Ну, это просто ужас. Такая самоуверенность ничтожного человека. Можете, конечно, написать мне гадости, те, кто будет недоволен, но я уже устала вам отвечать. Я просто буду удалять комментарии и блокировать, потому что мне ваше мнение комментаторов, которые будут ко мне приходить и гадить, не интересуют. А мои яхонтовые золотые подписчики, приходите, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.